Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в милых маленьких пушистиков. В прошлый раз мы открыли пушистика-единорожку. Интересно, кто попадется нам в этот раз? Кстати, если ты любишь малышей пушистиков, обязательно ставь плюсик в комментариях. А мы начинаем. Так-так-так, у нас здесь целых два новых яйца. Это ли не чудо? Давай-ка поухаживаем за нашими малышами и потом обязательно откроем эти яйца. Но для начала надо отправить товарищей в туалетики, чтобы они тут кучек не наделали. Ага, кажется, кто-то уже наделал. Ну-ка, признавайся, это ты? Не, я-то тут при чем? Хм, ну может быть ты не при чем, но кто-то же это сделал. Интересно, кто здесь? Ой, еще одна кучка. Да вы издеваетесь? Откуда здесь только какашуль? Это, ага, вон, зайчишка идет. Зайчик, это ты? Неа. Хм, ну-ну, конечно. Кто и признается? Никто не признается. А это что такое? Пойдемте-ка пособираем урожай. Смотрите, у нас сколько много урожая выросло. Здесь выросли всякие разные штуки-дрюки и даже пиццы и роллы какие-то. Ничего себе. Вот это грядочка. Ладно, пойдемте откроем новое яйцо. Очень уж интересно. Ой. Ну на кухне-то кто кучки оставляет? Что за безобразие? Я прям... Нет, это вообще ни в какие ворота не лезет. Я в шоке просто. Как это вообще возможно? Ой, еще и заболели. Вот, наверное, больные и оставили эти кучки. Знаю я этих малышей. Они постоянно что-нибудь дочудят. Что-нибудь доустраивают. Но сейчас не об этом. Так, ты постой здесь. Вдруг тебя вылечит эта космическая шапка. А я предлагаю яйца новые открыть. Ведь очень интересно, кто там попадется. Ну что, с какого яйца начать? С какого-то угловастого или круглого? Я даже не знаю, какое выбрать. Хотя давай-ка выберем угловастое или какое-то вот это вот серо-белое. Потому что мы таких еще точно не открывали. Ну что, кто там, кто там, кто там? Я уже вся в предвкушении. И что? Это кто вообще такой лохматенький? Непонятно. Ребят, вы знаете, кто это такой? У меня даже предположения нет. Но все равно, если тебе нравится, пиши цифру 1 в комментариях. Сейчас мы дождемся, когда он вырастет и посмотрим, кто там будет такой. А я пойду единорошку купаться отправлю. А то что-то она печалится, что грязная ходит. Наверное, извозюкалась. Может быть, она и оставила эти кучки. Кучки да кучки. Так, ты иди спать. Ложись, раз спать хочешь? А я покормлю еще раз нового питомца. Ну что, есть варианты? Кто это такой? Может быть, это обезьянка? Ребят, реально, мне кажется, похож на обезьянку немножко. Очень интересно. У меня прям нетерпежка какой-то. Я прям очень хочу узнать, кто там будет. Ну, ребят, разбежитесь, разбегитесь. Что-нибудь сделайте с этим. Ну что, готовы? Написали свои варианты? Как думаете? Посмотрим. Если кто-то угадает, обязательно там сердечек наставлю. Ну что, и это... Ну, эээ... Ог-ог? В смысле ог-ог? Ну, похож на обезьянку, да, на какую-то. Я примерно угадала. И подарочек? Да ладно! Это прям мечта моя сбылась. Давай посмотрим что-то. Это целый детский городок. Ух-тышки-мартышки. Эй, ребят, что вы опять кучки здесь оставляете? Мне прям уже начинают напрягать эти кучки, потому что это некрасиво, мне кажется. Так, оставлять здесь все на свете. А качелька? И качельку можно качаться. Здорово! Это просто прекрасный подарочек. Ну что, если тебе понравился первый малыш, ставь цифру 1 в комментариях, а я пойду посмотрю на него. Смотри, какой он красивый, белый и пушистый. Я бы поставила цифру 1, потому что он миленький. Но сейчас не об этом. Нам в магазинчик надо съездить. Смотрите, у нас здесь целая толпа питомцев отправилась в магазин. Хм, куда бы заехать? А давайте зайдем в какое-нибудь художественное сегодня. Кстати, мне эта игра прям нереально напоминает Тома и друзей. Зачем это все так же сделано, непонятно. Но игра прикольная, мне нравится. И прикольненько, что очень много разных новых питомцев можно открывать. Потому что обычно в играх их чуть поменьше. Ну или мне кажется, что их чуть поменьше. Ну что, готовы открыть наклейки? Посмотрим, сможем ли мы открыть новую страницу в альбоме. Кажется, не сможем. Но это моя везучесть, она такая. Я постоянно что-нибудь допроигрываю. Ой, за тысячу? Да ладно. А вот это можем. Давай-ка посмотрим. Мы открыли что-то новенькое. Так, давай куда-нибудь поставим. Вот даже не знаю где. Где же, где же, где же. Давай посмотрим. Мы открыли... Это что такое вообще? Это же воздушные шарики. Это реально, как в Томе и в друзьях. Точно, точно. Очень похоже. Только шарики не вылетают. Это странно, конечно. Ну да ладно. Давай откроем второго питомца и посмотрим, кто там попадется. А потом накормим их вкуснятиной какой-нибудь. Так, ну что, вы готовы? Давай посмотрим, кто же там будет. Если, кстати, тебе... О, это кто? Опять какая-то птичка. Ну, в прошлый раз я думала, что совушка, но там была не совушка. Я не знаю, в общем, кто это. Если тебе нравится этот питомец, то ставь цифру 2 в комментариях. А мы сейчас дождемся и посмотрим, какой он вырастет и кем он станет. А я пока отправлю лечиться птенчика. А то цыпа-цыпа приболел немножко у меня. И вот этот тоже хотел бы искупаться. Давай его искупаем. Пока малыш растет. А то он растет долго. Я вообще не очень люблю ждать, пока они вырастают, конечно. Но подожду. Потому что очень интересно, кто там будет. Ну-ка, ну-ка, готов расти. Мне кажется, все-таки... А, нет, может, и не сова. Мне каждый раз кажется, что там какие-то птенчики. Может быть, у меня какая-то мания цыпа-цыпная. Каждый раз расскажутся, что это птенчики. Ну что, давай-ка вот этих товарищей двоих отведем сделать делишки. А то знаю я, вовремя не отведешь. Потом наделают здесь куч. Пойду-ка я отсюда подальше. Чем-то здесь пахнет. Ну что, ребята, готовы открыть нового питомца? Давайте посмотрим, кто же там будет. Интересно, кто-нибудь угадает или нет? Очень интересно. Только по-честному. Не пишите уже после. Если сейчас вот пишите, давайте. И это... Я думала цыпа-цыпа, а это ном-ном. Это же какая-то пандочка-коалочка. Даже не знаю, кто это такой. Как же он называется? Забыла название этого питомца. Представляете? Ой, склероз там, ой, склероз. Постоянно все забывать. Да, бывает же такое забывательное настроение. Ну, в общем, если тебе понравился этот питомчик, обязательно пиши цифру 2 в комментариях. И посмотрим, кто из них победит. Они, мне кажется, оба милые и прикольные. Даже неожиданно, что они такие милые попались нам сегодня. Давай пока накормим их всех. Так, пиццы какие-нибудь есть? Нет, давай мороженое мы кормим. Ну, а почему бы и нет? Ну, раз есть мороженое, надо есть ведь его. Смотри, какие они заморозились. Смешно. Интересно. А кто-нибудь из питомцев не замораживается так же сильно? Или они все такие заморожки? О, а вот этот, кто же это, кто же? Что-то я забыла название его, все-таки не могу вспомнить. Ладно, пусть кушает. И растет большой, и красивый, и пушистый. Я бы сейчас так и затискала бы его. Потому что он миленький, и мне понравился. Я даже не знаю, какой питомец. Первый или второй мне понравился больше. Наверное, ну, наверное, за... А не знаю. Оба понравились. И первый, и второй. О, монетки. А давай посмотрим, может быть, у нас и мини-игра какая-нибудь открылась. Точно, открылась мини-игра с шариками. Вот для чего были бомбы. Но нет, это не честно. Мне кажется, даже мини-игра такая же, как у Тома и друзей. Это как вообще называется? Это беспределие какое-то. Настоящее. Точно-точно, очень похоже. Если так же считаешь, то пиши в комментариях, что это точно Томики какие-то. Ладно, давай немножко полопаем шарики и посмотрим, что будет, если бомбу вот эту нажать. А, просто бабахнет? А, ну так неинтересно. И что? А, просто можно разбабахивать всё? Ну, это ж нечестно как-то. Бабахи-то делать. Это, конечно, весело и прикольно, но нечестно, на мой взгляд. Это странная затея, конечно, с бомбами. И как они летают вообще? Они ведь тяжёлые должны быть. Они должны быть тяжёлые, улетать, улетучиваться отсюда. А они почему-то держатся и разбабахиваются. Очень странно и очень неожиданно. Так, а вот и у нас ещё зайчики и бомбочки здесь есть. Ну, давайте и бомбочки повзрываем, и зайчиков повзрываем. Всех повзрываем. И, ладно, хоть у нас жизни не заканчивается, а то было бы грустно и печально. И рыдательно даже, возможно. Ну-ка, ну-ка, интересно, заработаю я сколько-нибудь денег вообще или нет? Ну, ладно, давайте не будем играть. Я не очень люблю, если честно, такие мини-игры. Мне кажется, они какие-то скучтоватые, что ли, немножко. Ладно, ребят, на сегодня всё. Обязательно пишите в комментариях, какой питомец понравился вам больше всего. Я пойду накормлю пока малышей. Где тут у нас малышики-то? О-о-о, они тут у нас чего только не хотят. Это да, это да. Ладно, пусть они тут делают свои делишки. А я пойду покормлю их. Ой-ой-ой. Я так понимаю, что мне не хватит сил накормить. Они все носятся и бегают и прыгают. И что-то все хотят. Так, этот хотел купаться. Я же тебя купала сегодня уже. Это странно. Это странно и непонятно. Почему выскочил? Почему выскочил? Непонятно так. Малыш что у нас захотел покупаться? Пусть покупается немножко. Сейчас я даже его напеню. Ага. Опять цыпа. Я видела, это ты оставил как аличи. Ничего я не оставлял. Да, конечно. Я видела. Иди искупайся. Зато грязный будешь ходить. И фу-фучный. Опять они что-то мусорят и мусорят и мусорят и мусорят. И странно, что все у меня какие-то больные. Ну ладно. Пойду разберусь с ними, со всеми. А на сегодня все. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, какой питомец понравился вам больше всего. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И колокольчик нажимать, чтобы уведомление пришло. А то не придет и не узнаете про видео. А на сегодня все. Всем пока-пока. А где-то у меня тут сонное место было. Вот оно. У-у-у, мусор везде. Субтитры сделал DimaTorzok